Сегодня мы немножечко с вами посмотрим, чем приходится расплачиваться, каким медицинским направлением приходится расплачиваться за наш эволюционный путь. Кратце напоминаю, что мы получили в прошлый раз. И не человекообразно, имея существенно более длинные передние конечности, чем задние, поэтому позиция на земле оказывается полувыгранная. Средний угол позвоночника по отношению к оризонту примерно 45 градусов. У нормального зверя позвоночник располагается параллельно. При выходе человекообразных на плоскость, потому что вообще-то все человекообразные, это типичные лесные существа. Откуда берется такая компоновка? Почему такие гигантские руки? На занятии, когда мы смотрим человекообразных, я вам показывал, как они двигаются. Они же двигаются, раскачиваясь на руках. Двигаться таким образом можно только в лесу, причем в пустом лесу. Наши типичные лесники. Что они забыли на плоскости, в открытых пространствах? Ну, как всегда, простую вещь. В лесной ситуации конкуренция за пищевой ресурс высока, желающих вкусно поесть предоставленно и умеющих отлично двигаться в лесных тронах. Если удаться как-то зацепиться за место обитания на поверхности и выйти из-под конкуренции, то такая группа получается существенный плюс. Дело в том, что в степях, разумеется, есть своя обитателька, которая отлично приспособлена к жизни как раз на открытом пространстве. Вроде бы безнадежно взять лесному зверю, конкурировать с теми же антилопами или с теми же леопардами. Совершенно безнадежных занятий оказалось, нет. В чем дело? Дело в мертвом сезоне, которое есть в тропических областях. В полдень солнце стоит точно в зените, то есть прямо на головой. При этом в открытых пространствах почти нет тени. Поэтому возникает серьезнейшая опасность перегрева организма. Но длина, если внутренняя температура тела приближается к 40-20,5, нейроны, нервные клетки, теряют возможность генерировать нервный импульс. Просто отказывает система накопления разностных потенциалов. Так? Ну а эти, ребята, отключка дыхательная мускулатура, мускулатура сердца и всего остального. Вот этот перегрев смертельно опасен. Хорошо. Теперь смотрим. Берем звери такого же размера, но нормального четвероного. У него площадь нагрева за счет солнечной радиации будет примерно следующая. Солнце прямо сверху. Смотрите, что с площадью нагрева. А здесь вот такая. Она в два раза меньше. А это значит, что вот эта наклонная конструкция лучше остальных может переносить активное движение в жаркое время. Это не значит, что им хорошо и комфортно в это время. Нет. Но они хотя бы не умирают. А если вот этот побежал, ну дело в том, что мы живем в варианте Вселенной, в котором не бывает в стопроцентном КПД. И у мускулатуры вообще-то очень высокий коэффициент полезного действия. Выше, чем у двигателя внутреннего сгорая. Значит, в районе 40% КПД. Но 60% во что превращается? Во что превращается в 60% затраченная энергия? Тепло, конечно, теплопотея. В результате, как только началась мышечная работа, идет дополнительный разогрев. Поэтому, если режим тихо-тихо и не шевелимся, опасность перегрева падает, уменьшается. Но стоит побежать, все. Минута бега, ты полная отключка. Вот у этих минуты бега, а вот этих три минуты бега. В результате, какая возможность возникает? От полуденное время во время сегеста вот такая конструкция становится царями савадны. От хищников надо опасаться или не надо? Не, не надо. Хищники также лежат по возможности. В тенечке тихо-тихо, спокойно-спокойно. Добыча. А добыча, в общем-то, и как-то особо убивать не надо. Добыча сама себя убьет. Ну, подошла группа из двух сторон, трех таких существ. Какой-нибудь антилопа. Антилопа вынуждена побежать. Значит, прядь не бежит, а она, разумеется, быстрее обезьяна. Хорошо, но через минуту пришлось антилопу. А она упала. Все. Бег закончился. В результате у человекообразных, которые выходят на открытое пространство, появляется очень заметная экологическая ниша. Она не в пространстве. Она во времени суток. На время сиеста у них нет конкурентов. Совершенно никаких. Ну, а по истечении сиеста, они имеют в виду того, чтобы уйти в надежное укрытие. Они все-таки обезьяны. Поэтому в качестве укрытия скалы и одиночные деревья использовать могут? Да, вполне могут. И тогда они к нему не затягиваются. Так? Хорошо. Отделение вот этой группы наземной от прочих человекообразных произошло, вероятно, около 5 миллионов лет назад. Так что уже 4,5 миллиона лет назад появляются существа. Уже нет такой конструкции. Ну, как по-вашему, если носители такой конструкции лишились конкурентов? Они начали активно размножаться в саванне? Да. Начали. И что с конкуренцией друг с другом? Уже не с какими другими видами, а внутри подавая конкуренция. Что с ней будет? Она начинает возрастать. Ну и скажите, кто будет побеждать при конкуренции вот таких существ? Того, у кого меньше площадь вертикального нагрева. Те, у кого меньше площадь вертикального нагрева. А как можно уменьшить величину вот этой мощи? Полностью выпрямиться. Порядка 3,5 миллионов лет назад происходит уже полностью выпрямленное существо, которое двигается строго на двух конечностях, без опора уже на переднее. Эта группа получила название, которое мы в прошлый раз с вами упоминали, Австралл-Тейкен. Срок формирования между 4-3,5 миллионами лет назад. Место формирования восточно-открытое саванное сообщество, восточное, квадриальное. Хорошо. Крупа, кстати, оказалась исключительно живучая и просуществовала до возраста. Ну вот, в прошлый раз я вам показывал такой череп юного Австралл-Тейка, который получил имя собственное Бэйби. Так вот, Бэйби жил около 750 тысяч лет назад. А это значит, в целом, группа существует где-то 3 миллиона лет. Ну, для таких человек это рекордный срок. Ни одна группа больше в такое длительное время не удерживается. Выясняется конкурирующим группировкам.